друзья приветствую у нас вторая часть сегодня поспрашиваю александра васинева вы уже его знаете у нас есть первая беседа с ним посмотрите и сегодня поговорим как набрать мышцы как набрать мышечную массу это прям очень часто меня спрашивают вот я всегда хотел у себя запустить тему похудения но вот у меня самое актуальное как набрать массу ну и про похудение тоже поговорим немножко как сбросить вот твои принципы вот чтобы ты так общем мог дать какие-то может быть мифы развеять в этом всем да ну на самом деле здесь скажем так застная задача понять базовые вообще принципы из чего и рассмотреть тело чаще когда же не с точки зрения там биохимии нежели с позиции физики да у нас есть закон сохранения энергии да энергия на если поступает она там никуда не девается она может как-то трансформироваться перераспределяться вот и в принципе многие слышали про там теорию калорийности да то есть так или иначе из любой пищи в том или ином виде мы в первую очередь получаем энергию до помимо того что пища носит функцию строительных материалов там необходимых для там жиров там на прям белки данные для мышц для тканей для органов жиры носят для мембран клеток для построения гормонов углеводы как основной там источник энергии так или иначе если мы не будем вдаваться в эти локальные моменты да всю пищу можно просто представить как источник энергии и мы как система которая требует для своего функционирования энергию мы ее потребляем и так или иначе все упирается в первую очередь в баланс энергетический да мы с вами просто от того что живем функционируем у нас там не знаю органы работают кровь бегает мы там потеем я не знаю или наоборот там дрожим когда нам холодно все эти операции нам нужна энергия и есть такое вот понятие как там базовый метаболизм то есть вот сколько мы энергии тратим просто чтобы жить даже когда мы спим мы тратим на достаточное количество энергии вот там даже была хохма по моему что при просмотре телевизора мы меньше энергии тратим чем во сне из-за мозговых процессоров процессов что скажем мозг отдыхает совсем выключен когда телевизор смотрим но не суть на свою повседневную активность да кто-то там ходит кто-то сидит в офисе с утра до вечера до соответственно стуле там одни процессы кто-то ведет мозговую деятельность там активную там еще про плюс 20 процентов может быть это вообще огромный вот мозг тратит огромное количество энергии то есть относительно своего размера то есть вот там в коробочке да он лежит там сколько там грамм относительно всего остального это вообще просто сумасшедшие энергозатраты вот и плюс если человек тренируется какую-то физическую активность это вот дополнительная физическая активность в виде там там первой силовой тренировки какие-то кардио тренировки и здесь кстати существует миф да кажется там поделать что-то тяжелое да там штангу покачал там наверно очень много калорий потратил не на самом деле там больше ты гликогена потратил ну касательно до жировых запасов может даже не дайте вот по крайней мере пропорция вот она прям длительная ходьба заставит там больше потратить именно жировых запасов вот поэтому существует опять же такие мифы это я просто вот сейчас по набережной хожу там люди с избыточным весом бегут там пробежки там смотришь там суставы в хлам после такого всего мучают себя лучше начали просто ходить вот но это про жиросжигание про набор массы как я сказал здесь все упирается в питание и тренировочный процесс отличается в нюансах но не настолько критично а вот питание да здесь должно подчиняться основном принципу либо мы находимся в профиците калорий то бишь мы потребляем больше чем мы тратим либо мы в дефиците калорий то есть потребляем меньше чем мы тратим или тратим больше чем можем быть в балансе калорий да когда примерно у нас там это все одно и то же выстроена сколько потребляем столько и тратим Вот, и это первый базовый закон, да, то есть, когда мы просто рассматриваем как энергетическую систему, соответственно, если мы хотим набирать массу, мы должны быть в профиците калорий, вот, дальше уже не все так просто, почему бы нам всем дружно не пойти в Макдональдс, да, съесть там этих комплексных обедов побольше, порадоваться и наберем массу. Да, уйти в профицит, и в принципе, там, спортсмены, прибегающие к спортивной фармакологии, не брезгуют этим, почему, потому что там просто, ну, не физиологичный обмен веществ, и там, грубо говоря, попробуют и закинют там эти огромное количество калорий из нормальной здоровой пищи, вот, но для людей именно натурально тренирующихся, то есть, задача которых натуральных тренинг, для людей, тренирующихся, ну, натурально, да, здесь, как бы, мы должны адекватно подойти к тому вопросу, а из чего мы, собственно говоря, будем набирать наши калории, да, потому что наша задача не просто там стать толще, да, мы там не сумоисты, например, а еще набрать мышечную массу, точнее, в приоритете набрать мышечную массу, желательно меньше жировой массы, вот, и при этом при всем наша пищеварительная система должна справляться, нам должно быть комфортно. И, получается, вторым уже, как бы, аспектом является, мы, наш профицит калорий, должны грамотно составить из пресловутых КБЖУ, то есть, там, белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины, минералы, и здесь уже начинается территория для страшных оливаров, как мы будем набирать наши калории, Однако, попробуем вычленить самое главное, да, а именно самое главное, я не просто не перестану никогда это говорить, самый главный макронутриент – это белок, да, почему белок? Да потому что мы с вами белковая форма жизни, как ты не крути, мы состоим из разных белков, наши органы, ткани, какие-то есть там структурные, какие-то еще белки, гормоны – это там тоже белки, вот, И, соответственно, здесь все упирается, самое главное, в норму белка, да, чтобы набирать мышечную массу, нам нужно эту норму белка выполнять, и здесь возникают уже нюансы, да, здесь уже количественная составляющая, сколько этого белка нам нужно, Уже там идет градация, да, в зависимости, грубо говоря, есть там 0,8, да, просто чтобы там выживать, например, да, чтобы просто компенсировать базовые потребности, Там для более-менее активных людей там 1 грамм белка, подчеркиваю, на сухую мышечную массу, да, там есть человек, например, 80 килограмм, он толстяк, а есть человек сухой 80 килограмм, И здесь, получается, тоже методики, они не всегда очень точные, они всегда очень расплывчатые, здесь как бы задача как раз там тренера-нутрицолога, вот, посмотреть конституцию тела, соотношение, индекс массы тела и подобрать, вот. Для тренирующихся людей на наборе там 1,6 грамма белка, так верхний порог, как бы можно больше, но ряд исследований говорит, что как бы профицита как такового, то бишь плюсов особо нету, вот. И как ни странно, на жиросжигании как раз-таки норма белка выше, да, то есть кажется, тут мы набираем, нам нужно много белка, вот, но на жиросжигании норма белка еще выше, то есть там 2 грамма, кто-то даже еще больше цепит, как раз-таки потому, что на жиросжигании организму очень соблазнительно потреблять собственные мышцы. И здесь, ну, я могу углубиться в тему там каких-нибудь сыроедов или еще чего-то, да, у меня есть просто статистика наблюдения, то есть, ну, там, ну, как-то же люди там физически занимаются, да, но если просто посчитать, опять же, цифры, они беспристрастны. Посмотреть, сколько человек весил, сколько у него было изначально мышечной массы, как он ее потихоньку тратил. А этот человек был на самом лучшем белке, на своем собственном белке, и организм просто брал твои мышцы, расщеплял понемножечку. У кого-то органы уменьшались в объемах, то есть здесь как бы, ну, не обманешь биохимию, то есть белок мы не можем синтезировать, ну, отчасти, да, то есть я этой темы также вот с Владимиром, да, одна из тем мы, то есть именно ферментация продуктов, да, и процессы, которые в нашем микробиоме происходят, то есть насколько мы можем вообще, ну, и произвести, ну, фактически даже не белка, а аминокислот, да. И то, и то мы его в банки выращиваем, по сути, мы все равно закидываемся белком. Мы просто пытаемся пищеварение перевести вовне, да, вся ферментация, по сути, во всех видах, там, ну, начиная, там, не знаю, сквашение, да, заканчивая, там, не знаю, стейком ребай, который, там, кладут в шкафы, там, все это попытка сделать внешнее пищеварение. Ну, вот, то есть какие-то есть возможности, безусловно, внутренней процессов, да, там, по синтезу в виде просто микробиома, там, количество микроорганизмов, которые мы сами потом потребим. Но, так или иначе, это очень мало, мы там, ну, явно не гориллы, там, или коровы с четырехкамерным желудком, чтобы там еще растить мышечную массу очень сильно. Вот, но, тем не менее, внешние источники белка должны быть, безусловно, неважно вообще на каком питании, вот, хоть вы, там, корневор, хоть вы, там, не знаю, веган. А, какие они, это уже, ну, как скажем, выбирай сам. Есть нюансы, там, рассматривают полноценный, неполноценный белок, там, на самом деле, не супер критично, то есть, ну, как бы успешно, там, комбинировали из растительных продуктов, кто-то нормально, там, на животных, у кого-то есть индивидуальный, они, я вот как раз, да, тебе рассказывал, то есть, люди были с генетическим профилем, сейчас такое исследование есть, глубокие, да, у кого-то, например, непереносимость, ну, плохая, так скажем, переваривание одних веществ, у кого-то другие, здесь, как бы, индивидуально подбирается, что у человека работает. Вот, но, тем не менее, норма белка должна выполняться, то есть, помимо профицита первая, норма белка. Дальше, как я и сказал, уже тема для дискуссий, базовый подход, рассматривают углеводы как основной источник энергии, и их, в принципе, проще съесть, да, то есть, как бы, все всегда в практические моменты упирается, например, ну, если мы с вами, не знаю, возьмем, да, возьмем самое любимое для нашего мозга произведение современного человечества, это торт, да, это жиры и сахара, мозгу вообще плевать на ваш, там, пресс, кубики и все остальное, он получил жиры, да, мозг это практически, там, жир один, да, и сахара, то есть, и топливо, и все, у него все классно, кайфово, он ваши кубики, как говорится, вертел на пальцы, не только, вот. Но здесь мы должны как раз-таки подходить разумно, да, там есть кето-диеты, есть где, как альтернатива, да, базовый подход сбалансированного питания, где жиры используются просто как, скорее, строительный материал для гормонов, для мембран клеток, и там просто, как бы, ты выполняешь норму, а основная энергия идет за счет углеводов, и здесь мы упираемся в гликемический индекс продуктов, да, проще было там зефиринок тогда наесться, да, чем мучить там гречку, риск, есть, да, ну, и как бы там уже влияние на инсулин, насколько это быстро впитывается, чтобы это не переходило в жир, но факт, что мы должны сбалансировать, да, белки жироуглеводы вне зависимости, на каком вы питании, выбрать норму белка, выработать точнее, да, то есть, выполнить, и энергетический баланс, то есть, набираем, мы в профиците, худеем, мы в дефиците, да, есть еще такое понятие, как рекомпозиция тела, то бишь, ну, как вот эта такая мемная, да, фраза, меняем жир на мышцы, как в половине там марафонов, как бы, висит, сразу скажу, нельзя поменять жир на мышцы, но можно одновременно расходовать жировую ткань и наращивать мышцы, особенно, если вы новичок, особенно, если вы только начинаете заниматься, что по-английски там, рекомпозиция тела, меняем там количество мышц в организме, увеличиваем, и, кстати, для худеющих это очень часто такая психологическая проблема, там, человек там тренируется уже две недели, месяц, да, особенно первый, вес не меняется, как так, я не худею, да, например, у кого есть умные весы, смотришь, там, например, плюс 3 килограмма мышц и, например, минус 3, условно говоря, жира, да, то есть, а вес неизменный, поэтому вес, опять же, всегда говорю, вещь очень относительная, важна композиция тела, вот, ну, пожалуй, вот это базовое правило, а, ну, еще последнее, да, то есть, желательно, чтобы, ну, здесь, наверное, проще на похудении сказать, самый эффективный способ похудения, это не есть вообще, то есть, как бы, просто не едим и все, и худеем, да, но в чем проблема, в том, что мы вводим себя в дефициты, да, то есть, первое, что страдает как раз-таки, это нервная система, потому что минералы, электролиты, если еще ты при этом активничаешь, а я сразу расскажу, у меня там до 21 дня с тренировками было там на условном голодании, на водном, я доводил свой организм до предела, как бы, за всех людей, которые будут, скажем, нас слушать, да, следовать, это не самое веселое, вот, и здесь как раз-таки задача грамотного массонабора аккуратно набрать с минимумом жира, сбалансировано, да, чтобы все нарушения не было пищеварения, да, потому что у всех разные возможности желчного, да, то есть, у всех, как бы, желудок справляется, не справляется, все с разным состоянием исходным подходят. На жиросжигании эта задача сохранить мышцы, да, максимально там уменьшить жир и не впасть в дефициты, да, чтобы, ну, как, соответственно, каких-то негативных моментов не было, хотя, еще раз подчеркну, например, здоровое питание – это одно, жиросжигание, питание для жиросжигания – это другое, вот, как бы, мы можем всегда эффективно концентрироваться на одной цели. Если мы жиросжигаем, значит, вот, мы доводим наш организм до той кондиции, которая, все, нас устраивает, да, и потом питаемся здорово, да, а если у нас не устраивает, если у нас лишний вес, здоровое питание нам, как бы, не подходит, получается, вот, локально в текущий момент, поэтому я вот за такой подход. Вообще, надо будет знать, что я вот в группе хочу проверить, может ли использовать какое-то универсальное питание, но это скучно будет для многих, и для набора массы, и для худения, вот, взять вот эту высокоуглеводную и белковую, вот, как я использую ее, в принципе, на ней можно и набрать, оно такое, знаешь, среднее. Если добавить туда голодание, да, там будут прорисовываться кубики, но на нем можно и набирать, то есть, в принципе, хочешь похудеть, питаются все одинаково на наборы и на это самое, но если хочешь похудеть, если есть такая предрасположенность, то добавляешь там день через день, вот. Ну, здесь, да, здесь, как бы, здесь еще очень сильно на метаболизм индивидуального человека, там, все знают, да, там, человек-бедолага ест, 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 все никак не может набрать, в принципе, конечно, там, не совсем так, я скажу так, что все равно все подчиняется базовым законам физики, да, люди говорят, ой, я столько много ем, ну, там, вот, особенно, там, девушки, да, есть, там, ну, худые, там, обращаются тоже, я ем постоянно не могу набрать, там, смотришь, там, я не знаю, кусочек куриной грудки с огурцом там поел, то есть, как бы, ну, вот, то есть, субъективность, опять же, видишь, вот, как ты сказал про свои фотографии, да, субъективность восприятия, или наоборот, знаешь, мужики там в зал ходят, ну, как есть такой термин, там, жиробилдеры, да, он откровенно толстый, да, там много мышц, ну, относительно много, но, там, он замеряет свой бицепс, ну, там, половина воды и жира, да, да, эстетики, да, эстетики там никакой нет, да, поэтому здесь важно отойти от субъективности восприятия, постараться это все объективизировать. Кстати, вот, ты тоже интересную вещь подметил, а ведь у зожников, вот, из-за того, что у них стоит вот это вот малоедение, когда вот начинаешь расспрашивать, а на чем он пытается набрать, он там пытается набрать, там, на фруктах, на салатиках, ну, если он там ложку конопли в день съест, он считает, что все, он там в норму белка, все, он должен строить свои мышцы. Здесь очень такая обманчивая, в среде зожа, приведу пример с коноплей, да, там показывают конопля, в 100 граммах конопли, там, огромное количество белка, но вопрос, а как ты употребишь эти 100 граммов конопли, 100 граммов конопли, там, семени, да, это вот столько, это нереально съесть, то есть, очень часто, да, вот эти вот всякие графики, топ продуктов по содержанию того-то, есть понятие, ну, причем я слышал буквально в русскоязычном интернете, ну, пара человек упоминала, именно нутриациональная плотность, то есть, сколько в минимальном объеме продукта, да, максимально тех или иных веществ, да, там, например, о, в шпинате там много того-то, да, ну, сколько этого шпината надо есть, вот такой тазик, да, салата, там, ну, как бы. Да, да, говорят, в зелени есть белок, все, нам можно только зелень есть, но кто-то, кто-то накачался тупо на зелени, ну, как бы, ну, я, как это, я всегда такую корректную позицию, то есть, ну, просто я наблюдаю, да, здесь у меня уже никаких, ну, темных пятен не осталось, то есть, каких-то неясных, да, то есть, здесь, вот, как говорится, кто как хочет, но мне понятны где-то пределы на таком питании, на таком, и все, опять же, вот, как бы, важно понять, почему кто-то у нас такой вот с рождения, там, смотри, большой мужик, там, да, или там такая, там, женщина бывает просто высокая, здоровая, я, кстати, это с опытом, с годами понял, отчасти все упирается как раз-таки в возможности нашей пищеварительной системы, она очень индивидуальна, кто-то может сожрать огромное количество еды, самое главное, усвоить ее, да, без проблем, и, соответственно, этот человек очень активно набирает массу, и он это делал всю жизнь. У кого-то нет таких возможностей, да, кто-то там, ну, все, там, например, тяжело, там, пищеварение встает, да, и вот здесь, как бы, это очень индивидуально, поэтому здесь неважно, да, то есть, вот, я еще раз подчеркну, например, там, веганство, корневор, да, это названия идейные, они не, как бы, не функциональны, да, мы вот только растительные едим, а здесь мы только животные. Но если вот убрать все, как бы, идейную составляющую, оставить биохимию, ну, микробы, которые мы едим, мы, что, там, ультра-корневор, получается, мы не то, что, там, животных, мы бедных микробов, там, миллиардами съедаем, вот. Вот, поэтому я просто рассматриваю все с позиции биохимии, да, то есть, вот, диетология, нутрициология, а там уже, как бы, выполняй норму по белку, как хочешь, вот, выполнил, красавчик, у тебя нормально пищеварение работает, все хватает, пожалуйста, там, по жарам, соответственно, тоже, вот, у тебя по жарам, да, видео было буквально недавно, да, то есть, тоже, ну, тема очень холиварная, да, то есть, как сказать, и я, причем, ну, это сейчас отдельно долго будет, да, то, что нам, там, преподносили, вот, столько-то времени, как обязательно, да, ну, не совсем так, и вот, к сожалению, к счастью, неважно как, очень часто за какими-то постулатами стоит, вот, ну, когда, у тебя в видео, там, интересы определенной промышленности, да, там, также есть, там, определенная, ну, в свое время, там, прям, война соевых производителей молочных продуктов была, да, те, там, страшные исследования про этих, те, там, страшные исследования про этих, попробуй, найди, там, правду, да, Поэтому, ну и еще кто, особенно, я немножко почему хотел в свое время там прям внутрициологию, прям обучение иностранное много пройти, но когда там несколько прошел и такой научился использовать исследования, там ПАБМЕД и прочее, смотришь, как эти, что это отражают исследования многочисленные, да, там есть график такой, типа, количество фильмов с Николасом Кейджем, да, и погибших в бассейнах, утонувших людей, типа, ну вот, и там корреляция очень хорошая. То есть, очень небольшому количеству исследований можно объективно доверять, очень часто там, ну, чьи-то интересы, вот, поэтому, скажем, вот только личный опыт какого-то адекватного сообщества людей позволяет им какие-то выводы объективные сделать. Сто процентов. Кстати, вот ты подметил, я так понял, ты так и, так и думаешь. Чаще говорят, что тот, кто худой, у него просто супер-пупер быстрый обмен веществ. То есть, я вот тысячу процентов уверен, что те, кто худой, у него не быстрый обмен веществ, у него просто ничего не усваивается. А вот те, кто хорошо набирают, у них тупо все хорошо усваивается, пищеварение хорошее. И обычно вот люди, которые хорошо набирают, они, в принципе, даже здоровее в какой-то степени, потому что у них пищеварение хорошее, нет таких проблем. А вот дрыщи, они вот чаще всего самые больные. Совершенно так, совершенно так. Я просто вспоминаю там в период, когда я активно там интересовался голоданием, еще на заре там вот с Марвой Агонян встречался, общался. Вот. Там просто был, ну, случай девушки, она там под 100 килограмм весила, она там куда-то в лес ушла голодать, да. И там 40 дней или сколько-то там, 60 что ли дней, какие-то нереальные сроки, но она похудела до 60. Как бы не сказать, что она еще худой стала. С точки зрения там, не знаю, животного, у нее запасы выживаемости значительно выше, да. И, ну, если опять же убрать эстетическую современную составляющую, да, те особи, которые большие. Вот я, например, ну, у меня рост 178, я там, ну, как бы среднего роста. И особенно в залах я наблюдаю, то есть у меня не широкое запястье. То есть для меня, например, там, пожать эти 160, это совершенно другое, нежели там какой-нибудь Карелин, да. Вот мы видим Карелин, там какие-то, ну, Валуева не беру, это скорее уже гигантизм, то есть нарушение гормональное, там, гормон роста выделяется. Вот. Ну, какие-то вот такие профессиональные спортсмены, ну, это я уже как бы из опыта взаимодействия. По сути, что такое профессиональный спорт? Это сортировка. Просто выбирают особей, которые генетические. У них там синтез белка повышенный, тестостерон свой собственный, у них возможность восстановления выше. Костная плотность, костная ткань, что, кстати, очень важно, особенно вот то возрастные, если будут, меня всегда очень так негативно вызывает, когда там старики там стоят или пожилые люди, там, еле-еле вот такие вот упражнения делают легенькие. В Штатах сейчас уже там, в Инстаграме был сюжет про бабушку, она там прям приседает со штангой, прям так полноценно. Не только мышечная масса, костная, ну, у всех нарушение вот этой плотности костной ткани, единственный стимул ей улучшаться, опять же, не только костям, но и хрящам, это внешняя нагрузка, причем приличное давление заставляет костную массу уплотняться. Поэтому сейчас там ряд исследований был, есть такое упражнение станового тяга, ну, ты его вделал, да, считается очень травматичным. Ну, что, поясница, да, как бы это, но начали серьезно исследовать. Дело в том, что из-за сидячего образа жизни вот те глубокие мышцы, которые задействованы, они у нас просто не то, что слабые, они у нас атрофируются вообще. Именно поэтому мы подходим каждый раз и там дискомфорт, пояс и прочее, прочее. Но если бы мы как раз-таки регулярно занимаемся, это улучшает здоровье поясницы, снижает там, ну, без спортивных там огромных весов, да, каких-то, снижает гипертрофия хряща, то есть утолщаются хрящи, соответственно, к старости тебе надольше их просто хватит физически, и уплотняется костная ткань. Это значит, ну, как бы с возрастом, опять же, тебе просто надольше ее хватит. То есть, как бы, да, и, конечно, как всегда говорят, генетика бессердечная, ты тварь, кому-то там повезло больше, да, кому-то повезло меньше. Ну, каждый имеет то, что имеет, я считаю, задача как бы с теми картами, которые играть, да, поэтому так. С тем, что есть. Да, в принципе, тут понятно, нужно, хочешь не хочешь, нужно работать, заниматься, изучать, понятное дело, если это интересно. Либо сидеть на диване, либо есть кто любит волшебные кнопочки, они любят крайности, и при этом они думают, что если они в какую-то аскезу будут уходить, они получат супер тело. Это вот праноедов там, всяких фруктоедов, либо, опять же, я считаю, вот карнивор, это тоже крайность другая. Они думают, что они нашли золотую кнопочку, если они сейчас только-только мясо будут есть, все, вот от нас это скрывали. Ну, то же самое и фруктоеды, там, веганы говорят, от нас это скрывали. Оказывается, нужно есть только мясо, еще и сырое, если ты мясо будешь есть, все, ты будешь... Все, все хотят найти волшебную кнопку. Я единственное, всегда отношусь к пониманию. Ну, потому что про аскезу, товарищ Будда, там, тысячу лет назад уже пробовал, как бы не помогло, отказался, да, то есть старался к балансу прийти. Ну, все страдают, все страдают, никто не хочет болеть, все хотят найти, как бы, вот тот единственный метод, чтобы прям начал, да, и все, от всех проблем избавился. Ну, у кого-то это лучше получается, у кого-то хуже, поэтому я максимально спокойно вообще ко всем отношусь, у каждого свой индивидуальный путь, пожалуйста, ищи, главное, что лучше работает для тебя, ну, и, скажем так, просто спокойно, с уважением относись. Поэтому я очень, честно говоря, не люблю вообще, там, вот, в какие-то перипетии, там, англоязычный ютуб, посмотришь, в Америке, там, все там стебают друг друга, а, вы там, там, это, какие-то веганы, а вы там, какие-то корневорцы, там, и прочее, у них там, там, все, короче. Третье, там, и тех, и тех, какие-нибудь диетологи, да вы там вообще с ума сошли, там, не знаю, ешьте нормально тортики, радуйтесь жизни, как бы, кайфуете. И они тоже по-своему правы, да, потому что если, вот, ну, как бы, я там, опять же, вот, ко мне разные люди обращаются, ну, порой, ну, фанатичные просто приходят, у человека все вокруг этого. Мы люди, мы живем жизнь, у нас есть, там, семьи, друзья, там, не знаю, какие-то, мы, как бы, конечно, не живем для того, чтобы постоянно думать о еде. Мы, в принципе, там, едим, чтобы как-то себе получить питательные вещества и не париться, и заниматься, там, творчеством, не знаю, наукой, чем угодно, вот. Вот, но желательно разобраться с тем, как раз-таки, как вот совместить все эти вещи, чтобы оставалось и времени, и сил, и возможности на все это, вот. Поэтому я думаю, что мы будем смотреть, исследовать, проверять разные вещи на разных лицах и какие-то выводы уже совместно делать. Да, напомню, что мы с Александром запустили группу, она есть, на нее можно подписаться, там есть куча материала, как раз-таки по набору масса, по похудению, биохакинг, там, повышение продуктивности. Есть уже группа, на нее можно подписаться, ссылка будет в описании под этим видео. Я думаю, что я сам, вот, то, о чем ты говорил, я сам проверил лично на себе, я тоже был фанатиком. Я же говорю, я пытался, там, на сырухе сначала набирать, потом начинал добавлять семена, там, какие-то улучшения были. Я думаю, все, я терминатор. А сейчас, когда я перепробовал все, мне нравится, вернее, то состояние, когда вот я тренируюсь, и у меня растут мышцы. Блин, у меня растут мышцы, у меня растут веса, у меня укрепляются связки, не так травмируюсь. Ну, так намного интереснее, чем думая, что ты какой-то там блаженный, что ты там супер-пупер какую-то волшебную кнопочку нашел, но, тем не менее, ты смотришь на других и думаешь, блин, он, типа, мясо ест, там, то ест, и он в два раза эстетичнее меня, в два раза сильнее. И ты тут не знаешь, чем понтануться, ты, как бы, вещаешь про все это, и тебе хочется. Вот почему я хотел сотку поджать? Я думал, сейчас я пожму сотку и всем покажу, что я, типа, на растительном питании смог пожать сотку. А сейчас я думаю, чего она мне, зачем она мне в 40 лет? В принципе, меня так устраивала и мышечная масса, и сила, в принципе, в моем возрасте выше крыши мне. Ну, если вдруг получится, понтануться. Во-первых, оно у тебя без проблем получится, там, немножко, немножко-то осталось, там, вопрос времени. Вот, а так я с тобой, да, полностью согласен, то есть, у нас задача быть, в принципе, счастливыми, поэтому, вот, что скажу, ну, в основном, да, я вот, ну, последние уже несколько лет образуюсь по англоязычным материалам, да, и вот, ну, у нас такая национальная черта всегда, там, превозмогаем, там, через это, да, вы все, там, неправы, я тут один покажу. Вот, это я, причем скажу, в разных сферах, да, там, можно взять музыку, там, наш, там, парнишка выложил, что-нибудь сыграл, да, ты, там, играть не умеешь, вообще не выкладывай ничего, да, или, там, в Штатах, там, чувак как-то криво сыграл, да, там, е, бро, типа, молодец, давай, продолжай, вот, то есть, здесь, в первую очередь, как бы, спокойнее относиться с пониманием ко всем товарищам, каждый старается найти свой оптимум, у каждого разные исходные данные, вот, и, ну, взаимное уважение, я считаю, это основа, вот, и, как бы, да, то есть, ну, у меня, там, больше, там, 15 лет уже, как бы, все, все пройдено, все, ну, не знаю, уже, там, не знаю, что еще там можно сделать, вот, поэтому, просто искать оптимум для себя, испытывать удовлетворение касательно тренировок, совершенно верно, то есть, просто объективизировать, смотреть, да, на себя не загоняться в субъективность восприятия, ну, стараться эти вещи объективизировать, то есть, смотреть на себя, как-то критически мыслить, где-то, наоборот, как бы, не пытаться требовать от себя чего-то, там, нереального, да, у меня был такой этап, там, в зале парень, там, ну, захимичился, откровенно, там, фармакология, такой, а я в натураху, короче, попробую те же результаты, вот, и, в принципе, практически получалось, ну, то есть, у меня, там, например, просто были травмы поясницы, вообще, причем, там, в горах туризм, да, а, конечно, там, меня уже, ну, я думаю, либо я сейчас, там, себе плохо сделаю, да, либо, ну, как бы, надо притормозить, вот, и здесь, конечно, тормозишь себя, и не нужно, и приходит с возрастом, действительно, понимание, то есть, не зря говорят, что у нас, там, в 25-27 организм тело вырастает, а мозг, там, 40+, только, как бы, все фазы созревания проходят, вот, и здесь, действительно, приходит некое такое понимание, спокойствие, ну, такая, житейская мудрость, да, что не нужно гнаться за чужими целями, ищи, как бы, себе, чтобы было комфортно, как тебе нравится, чтобы ты, как бы, жил дольше, счастливее и качественнее, то есть, ну, вот, такая моя мысль. Ну, я, если честно, сам в предвкушении, потому что, когда в группе, тогда ты четко будешь следовать какой-то идее, вот, мне сейчас одному лень, как-то, вот, это самое, когда вот эта движуха начнется, я сам в предвкушении, потому что я немножко пузику, я вот, приложу свою фотку, вот, сейчас, нынешнюю, как бы, масса та же, ну, уже жировочек там появился, вот, я хочу опять, вот, эстетику вот эту набрать, разогнать энергетику, вот это вот все, поэтому вся движуха будет у нас в группе, подписывайтесь, благодарен тебе за отличную беседу, я думаю, что, если какие-то вопросы еще, будет, посмотрим, как народ дышит, если какие-то вопросы будут, может быть, еще встретимся на какие-то, вот, насущие вопросы, ответим. Да, да, обязательно на вопросы, если есть темы, которые там не раскрыли, что-то интересует, задавайте, как раз-таки поотвечаем на них. Все, спасибо. Все, счастливо, всем пока.